Теория игр В переговорах как раз участвует много лиц. Один человек не может переговариваться сам с собой. Это возможно, конечно, но это сложно представить. Поэтому в переговорах будут принимать участие все время несколько человек, ну минимум два человека. Переговоры могут казаться различных областей деятельности человеческой. Это могут быть и международные переговоры, переговоры о распределении ресурсов, военные переговоры. Когда мы говорим о переговорах, то должны быть определены некие вещи сразу же. То есть, когда мы говорим о переговорах, должны быть определены, во-первых, участники переговоров, которых мы будем называть игроками. Должен быть определен предмет переговоров, то, что мы называем стратегией. Стратегия. Это может быть что угодно, но это могут быть какие-то действия. Например, куда пойти, в какое время пойти, по какой цене купить товар или продать его. То есть, это мы будем называть стратегиями. Кроме этого, важно определить дизайн переговоров. То есть, как все происходит. В дизайн входит очередность ходов. Например, предлагает первый, потом второй, третий игрок и так далее. Иногда, если игроков, сами игроки не могут разрешить конфликт, чтобы прийти к какому-то решению, тогда приглашается арбитр. В этом случае, значит, дизайн мы будем называть арбитражная игра, арбитражная схема или арбитраж. То есть, зовут какого-то независимого человека или независимый орган, который принимает решение, окончательное решение. После этого мы должны знать, что же в результате этих действий получит каждый из участников. В переговорах это называется выигрыши. Выигрыши каждого из участников. Очень важное значение имеет время проведения переговоров. То есть, время, отведенное для переговоров. Время переговоров. Здесь существуют разные подходы. Чтобы переговоры не продолжались в бесконечное время, либо отводится некий период для проведения переговоров. Скажем, для переговоров отводится 10 раундов или 100 раундов. Или вводится коэффициент дисконтирования, который заставляет участников переговоров прийти к решению как можно быстрее. Дисконтирование это обозначает, что в течение времени выигрыши игроков уменьшаются мультипликативно. То есть, выигрыш умножается на некое число, которое меньше единицы. На коэффициент дисконтирования. И в этом случае игроки должны прийти к окончательному решению как можно быстрее. Значит, вот основные моменты, связанные с переговорами. Если эти вещи определены, мы можем говорить о переговорах. Ну, самая популярная задача в теории переговоров – это раздел пирога. Но раздел пирога является метафорой. В общем случае, это раздел некоего ресурса. Итак, один из основных, одно из основных направлений теории переговоров – это дележ пирога. Дележ пирога. Ну, представьте себе, что у нас есть некий пирог, и два человека делят пирог на две части. Как его разделить так, чтобы это было справедливо, чтобы все было честно? Как это сделать? Два человека. Первый игрок режет, как он хочет, ну вот, он ровненько разрезал, для него эти части одинаковые, он ровненько разрезал. А второй игрок выбрал, ну, какую часть вы хотите? Ну, вот эту, да? Или вот эту? Ну, второй игрок выбрал большую часть, которая ему нравится, он счастлив, он выбрал большую часть. Первый к нему претензий не имеет, он ровненько разделил, он также удовлетворен. Теперь представим себе, что три человека хотят разделить пирог. Первый, второй, третий игроки хотят разделить пирог. Как это сделать? Вначале первый игрок делит этот пирог на две равные части. Он ровненько разделил, они обе для него одинаковы. Второй выбрал понравившуюся часть вот эту. Значит, первый и второй удовлетворены, вот эти части для них одинаковы. То есть первый выбрал, первый ровненько разрезал, второй выбрал большую часть. Как бы сейчас вот они в этом состоянии удовлетворены вдвоем. Теперь им нужно удовлетворить третьего. Значит, первый разрезает эту часть на три равных части, ровненько он разрезает, чтобы все три части были одинаковые. И приглашает третьего. Третий выбирает больший кусок из его части. Потом второй разрезает свою часть на три равные части, для него три равные части. И третий выбирает большую часть из его. То есть он выбрал, третий выбрал большую часть у первого и большую часть у второго. То есть он удовлетворен, что он выбрал больше одной трети пирога. А первый и второй игрок удовлетворены, они все время делили поровну. То есть для них эти части представляют одна шестая, одна шестая. То есть они уверены, что получили не менее одной трети пирога. То есть все удовлетворены, если мы под принципом справедливости понимаем равные куски пирога. Если мы вводим в качестве критерия справедливости зависть, то этот дележ не является свободным от зависти. Значит, если у нас N игроков, и вот та же самая ситуация, так же делится однородный пирог, то дальше все по индукции. Значит, у нас есть пирог, мы его делим в начале, по индукции мы делим на двоих, на троих, как здесь и так далее, и так далее, и так далее. До N-1 мы разделили этот пирог, то есть вот он разделен на N-1 часть, на N-1 часть. И потом они приглашают N-ого игрока, делят свою часть на N частей, то есть вот каждый кусочек – это единица на N-1 на N. Приглашают N-ого, и N выбирают у каждого. У каждого выбирают маленький кусочек. Ну и по индукции здесь эта идея проходит, она несложна. Нельзя ли решить задачу для случая, когда пирог не однородный, а, скажем, там, бисквит, там, шоколад, ваниль, там, розочка, там, ягодка, там, ну и так далее. Каждый любит свое. Что делать в этом случае? Давайте упростим задачу, не буду рисовать сам пирожок этот, а изображу пирог в виде линейного отрезка. Единичный отрезок. И это есть пирог, который, скажем, ну, начнем с двух лиц, который мы хотим разделить на две части справедливым образом, чтобы никто никому не завидовал. Для одного из игроков, например, левая часть такая хорошая, здесь, допустим, шоколадная, а здесь ваниль, второй игрок любит правую часть. Как им поделить? Значит, ну, пригласим арбитра. Значит, арбитр будет вести нож слева направо. Значит, вот он, это арбитр, он двигает нож слева направо. Значит, в тот момент, когда кто-то из них хочет отрезать какую-то часть, ему отрезаем. Значит, что происходит? Каждый следит за левой и за правой частью пирога. Значит, допустим, для первого игрока вот этот шоколад предпочтительнее. Он хотел бы эту часть получить, но он ждет, потому что для него, грубо говоря, есть середина, середина пирога, не обязательно она будет находиться в середине, но есть точка, в которой пирог разделен на две части, которые для него равноценны. Ну, например, этот кусочек шоколада в шоколадной части рален вот большому куску оставшегося пирога. И для другого то же самое. Но поскольку меры субъективности, вот предпочтения разные, то они оценивают вот эти середины пирога, их, в их мерах субъективности по-разному. Что произойдет? Значит, когда пирог двигается слева направо, в какой-то момент эта точка пройдет через середину предпочтительности одного из них, например, первого игрока. И для него вот эти части одинаковы. Конечно, он может подождать, чтобы, если эта часть увеличится, его удовольствие увеличится. Но он опасается, что эту часть заберет другой. И в этом случае вот эта часть, которая имеет меру его субъективности, его субъективную меру привлекательности, меньше, чем одна вторая. Поэтому он точно крикнет стоп вот в этот момент, когда нож будет проходить через середину, или через, как говорят еще в теории вероятности, через медиану его меры привлекательности. А второму останется большая часть, больше, чем он хочет. То есть это не является его серединой, серединой его меры привлекательности. Поэтому этот дележ свободный от зависти, никто не завидует друг другу, и оба удовлетворены. Давайте усложним задачу. Три игрока. Значит, у нас есть пирог. У нас есть пирог, и есть три игрока. Есть нож. Даже несколько ножей. Как разделить пирог на три части, так, чтобы все были удовлетворены? Так же движется нож, арбитра. Так же движется нож, но этого мало. Чтобы дележ был справедливым, дадим каждому из них по ножу. Каждому из них по ножу. Значит, где они держат ножи? Значит, они держат ножи вот в этой части. Ну, допустим, это, ну, чтобы было интересно, второй, первый, например, третий. Значит, они держат ножи, вот, например, второй, второй, держат нож в точке, в точке, где мера привлекательности вот левого куска, начиная от ножа, арбитра, до правого конца одинаково. То есть для него вот эти части совершенно одинаковы. Для второго. Для первого вот эти части одинаковы. То есть для второго вот эти части одинаковы, а для первого вот эти части одинаковы. Ну, и для третьего, соответственно, те части одинаковы. Они держат ножи вот в этих местах. И одновременно следят за левой частью. Что произойдет, когда нож арбитра пройдет через точку, в которой, например, для второго игрока, мера привлекательности вот этого куска от нуля до ножа и от ножа до его середины вот этого интервала будут одинаковы. Что произойдет? Он крикнет немедленно «Стоп!», и ему отрежется вот эта часть. И он будет удовлетворен, независимо от того, какие меры субъективности у первого и третьего игрока. Предположим, что первый для него, не обязательно второй крикнет. Крикнет первый из них, у которого мера привлекательности вот этого куска от нуля до арбитра и от арбитра до игрока, и от игрока до правого конца пирога будут одинаковы. Например, для первого это случилось. Тогда он крикнет «Стоп!», арбитр отрезает ему этот кусок и отдает первому. Первый удовлетворен. А вот эту часть, эту часть от арбитра до первого игрока, отдается второму игроку, он счастлив. Для него вот эта часть равноценна вот этой, а ему предлагается чуть больше. А эта часть для него, его не привлекает. Поэтому он удовлетворен полностью. Ему дали больше, чем он хотел. Третьему отдается вот эта часть. Он удовлетворен, потому что вот этот кусок для него был равен вот этому куску и был больше в его мере привлекательности, чем вот этот кусок. То есть он тоже полностью удовлетворен. Но, к сожалению, для случая больше, чем три игрока, до сих пор никакой процедуры дележа-пирога не предложено. Поэтому это возможность для вас поразмышлять и придумать какую-то схему. Но это серьезное будет продвижение, если вы придумаете вот эту схему дележа-пирога для четырех игроков хотя бы. Это было бы очень интересно. Значит, пока придуман дизайн только вот для двух и для трех игроков. Продолжим рассуждать на эту тему, о дележе-пирога, для случая, когда вот игроки предлагают друг другу разные варианты и сами разбираются, не приглашая арбитра, сами разбираются, принять это окончательное решение или нет. В этом случае, вот, скажем, если у нас речь идет о дележе-пирога для двух лиц, для двух лиц, в этом случае они должны согласиться оба. То есть для переговоров отводится определенное время или бесконечное время, но с коэффициентом дисконтирования. И должен быть полный консенсус. То есть они должны оба быть согласны на этот дележ. Раз так, то предположим, что, значит, должен быть задан дизайн, то есть игроки один за другим начинают предлагать решение. Ну, например, процедура переговоров выглядит следующим образом. Делает предложение первый игрок, потом второй, потом первый, потом второй и так далее. То есть они по очереди предлагают друг другу. Что значит предлагают? Пирог единичного размера. Пирог единичного размера. Что значит предлагают? Допустим, он однородный. Ну, скажем, первым ходит первую игру. Он предлагает. Давай разделим пирог так. Мне х1, тебе 1 минус х1. Согласен? Тот говорит, согласен. А они делят. Предположим, что второй говорит, не согласен. Тогда второй. Второй предлагает свое решение. Но пирог становится меньше. Чтобы они бла-бла-бла до бесконечности не делали, мы дисконтируем пирог. Пирог ставил дельта. То есть дельта, например, 0,99. Чуть-чуть, но он уменьшился. Если не договорились на первом шаге, пирог стал дельта. Если на втором шаге, дельта в квадрате. Ну и так далее. То есть на н-том шаге это будет дельта в степени n. Понятно, да? То есть это все время будет уменьшаться пирог. Итак, первый предлагает второму. Давай разделим пирог так. Мне х1, тебе 1 минус х1. Второй говорит. Нет, не согласен. Давай так. Тебе х2, а мне единица минус х2. Ну и так далее. Дизайн понятен, да? То есть они предлагают, как делить пирог. Но здесь уже пирог меньше. Здесь он уже дельта. Здесь он был единица, а здесь дельта. И дальше он будет все усыхать. Вот мы полностью определили задачу. Какая должна быть логика, чтобы прийти к решению? Оно в теории игр называется Subgame Perfect Equilibrium. Или по-русски это значит совершенное подыгровое равновесие. Ну это такие страшные слова, это неважно. То есть понятно, что первый игрок должен сделать такое предложение, от которого второй не откажется. Какое должен сделать предложение первый игрок, чтобы второй не отказался? Первый игрок предлагает решение такое, х единица минус х. Его предложение второму игроку это единица минус х. Он предлагает второму игроку единица минус х. Когда второй игрок согласится? Когда ему дадут такой кусок, который больше или равен того куска, который он предложит на втором шаге самому себе. Да? Согласны? А на втором шаге он предложит самому себе х. Он себя поставит на место первого игрока, он себе предложит х. Но уже пирог-то будет меньше, он получит дельта х. Поэтому не надо много давать, надо просто равно дать и все. И он согласится. Дельта х, то есть надо дать единица минус х плюс крошка. Ну, понятно. То есть я сделаю равенство и отсюда нахожу х. То есть предложение, при котором второй игрок согласится, значит х находим, это единица делить на 1 плюс дельта. Таким образом, первый игрок, его правильное решение, вот это равновесное решение, это единица делить на единица плюс дельта. Дельта делена на единица плюс дельта. И второй игрок согласится. Ну, в случае, если дельта равно 0,99, значит он должен себе взять единица деленную на 1,99. Это сколько примерно? 0,51, да? То есть он должен себе чуть-чуть побольше дать. Но если дельта большой, если пирог быстро усыхает, если мы хотим, чтобы переговоры закончились побыстрее, например, 1,2, то тогда х – это единица делить на 3 вторых, то есть 2 третьих. То есть 0,66. То есть если инфляция большая, быстрая, тогда надо себе предлагать 0,66 пирога, а тому давать, соответственно, 0,34. Понятно, да? Значит, эта схема легко распространяется на случай N игроков. Логика примерно такая же. Значит, первый, второй, третий и так далее N игрок, они последовательно один друг за другим делают предложение. То есть вначале первый, потом второй, и так далее N, потом опять первый, второй, N и так далее. Значит, какое предложение, и каждый раз пирог дисконтируется. Какое предложение должен сделать пирог всем участникам, всем остальным, чтобы они согласились? Значит, со вторым мы разобрались, да? То есть он, значит, первый игрок делает предложение X1, X2 и так далее, XN каждому из участников, так, чтобы в сумме это было равно единице. Он делает такое предложение, должен сделать такое предложение, чтобы все были согласны. Как это сделать? Для случая двух игроков мы разобрались, как это сделать. Как теперь сделать? Значит, что он должен предложить второму игроку, первый игрок? Что он должен предложить второму игроку? Второму игроку он предлагает X2. Значит, он должен предложить х2, которое должно быть больше или равно, чем что? Чем то предложение, которое сделает второй игрок на следующем шаге, когда будет первым. То есть, ну, с дисконтированием. Дельта х1. Согласны, да? Какое предложение он должен сделать третьему? Дельта х1. Чтобы оно было больше или равно, чем дельта в квадрат х1. И так далее. То есть, n тому он должен сделать предложение дельта в степени n-1, да? х1. Ну и больше не надо давать, надо дать равное. И из этого условия, вот из этого условия, то есть, здесь мы везде пишем равенство. И после этого мы знаем х2, знаем хn. То есть, из этого равенства у нас получается х1 плюс дельта х1 плюс и так далее, плюс дельта в степени n-1 х1 равно 1. То есть, х1 мы отсюда уже находим. х1 это равно 1, деленную на 1 плюс дельта плюс и так далее, плюс дельта в степени n-1. И как это? Это как называется ряд вот этот? Как? Геометрическая прогрессия. Значит, и сумма геометрической прогрессии равна чему? Единица минус дельта в степени n, деленная на единица минус дельта. То есть, это получится единица минус дельта, деленная на единица минус дельта в степени n. И так далее. А х2, соответственно, будет умножаться на дельта. И из этой формулы мы просто найдем, сколько каждому дать, чтобы все были счастливы. Значит, эта схема переговоров называется последовательной схемой переговоров. И в качестве решения, решением этой схемы переговоров является как раз то, что я назвал. Совершенная подыгровая равновесие. То есть, когда каждый из игроков делает такое предложение, ставит себя на место других участников и делает им то предложение, которое бы они сделали сами, если бы очередь дошла до них. Вот такая идея. Она работает во многих случаях. И она является очень эффективной в теории переговоров. И мы перейдем к следующей схеме переговоров, которые называются переговоры в развернутой форме. Как выглядят переговоры в развернутой форме? Как выглядят переговоры в развернутой форме? Также определен дизайн переговоров, то есть, последовательность ходов, то есть, как делаются предложения. Ну, например, участники перенумерованы. Это игроки. И они ходят, скажем, последовательно или еще как-то по-другому. Это определяется в виде специальной геометрической конструкции, которую я сейчас вам нарисую. И у каждого из игроков, когда очередь доходит до него, есть несколько альтернатив. То есть, предложить другому игроку то или иное решение. Это можно обозначать геометрически в виде графа. Это очень удобно делать. И тогда игра будет развиваться по времени. Ну, например, вот у нас есть два игрока. И, например, первый игрок делает два предложения. Делает предложение какое-то второму игроку. Ну, или разделить пирог, или там, давай пойдем в кино. Или пойдем в кино, давай вот на этот сеанс пойдем, или на этот сеанс. То есть, несколько альтернатив. То есть, первый игрок делает предложение. Геометрически это обозначает, что вот он, есть три ребра, выходящих из одной вершины. После этого очередь переходит ко второму игроку. И второй игрок делает свои предложения. Ну, скажем, он делает предложение о чем-то. Ну, в каждом индивидуальном случае это может быть что угодно. И так далее. Ход переходит к первому игроку. Тот делает свои предложения. И вот так игра развивается во времени. В этом случае говорят, что переговоры идут в развернутой форме. То есть, вся последовательность переговоров вот таким образом осуществляется. Это всегда можно сделать, ну, в зависимости от того, ну, как происходят переговоры. Например, вы с друзьями договариваетесь идти в кино. Кто-то из вас делает предложение. Пойдем там, например, на пять часов в сеанс. Другой говорит или на шесть, или на семь. То есть, вы предлагаете возможные схемы, как вы думаете прийти к заключению. Затем ход переходит ко второму. Ваш товарищ или подруга делает свои предложения. Потом вы опять. И постепенно вы приходите к какому-то решению и принимаете окончательное решение. В конце концов, вот в результате вот этих переговоров, вы приходите к так называемым финальным вершинам. Вы приходите к финальным вершинам. И в каждой финальной вершине должен быть определен выигрыш каждого из игроков. Можно записывать это удобно в виде вектора столбца. То есть, здесь будет идти выигрыш первого игрока, здесь второго. Выигрыш первого, второго. И так далее. Ну, что может быть выигрышем? Что угодно. Ну, например, если вы в результате переговоров пошли на сеанс, допустим, в 12 часов ночи, то кому-то из вас это удобно, а кому-то другому не очень удобно. То есть, придется ловить такси, тратить деньги на такси и так далее. То есть, каждый получает некий выигрыш, который может быть выражен и деньгами, и временем, и чем угодно. Но выигрыши разные. Разные для каждого из участников. То есть, мы полностью определили дизайн переговоров в виде такого дерева, или, ну, с корнем. То есть, есть дерево, вот с корнем в начале. И после этого встает вопрос, а как находить решение, которое устраивает всех? В этом случае, значит, мы говорим о, опять говорим о равновесии. И я сейчас попробую объяснить, что это такое. Значит, такие игры называются играми с полной информацией, конечные игры с полной информацией, и они легко решаются методом обратной индукции. То есть, начиная сверху, вы постепенно выбрасываете ненужные альтернативы, и когда вы доходите до корня дерева, вы знаете окончательное решение. Ну, давайте я на примере это покажу. Здесь работает теорема Куна. В общем случае, она говорит о том, что всегда существует равновесие. Ну, чтобы понять, как работает вот эта схема обратной индукции, предложенная Куном, я покажу вам это на примере. Ну, скажем, вот первым ходит первый игрок. Давайте его квадратиком обозначать. Ходит первый игрок. У него две альтернативы. Ну, пойти в кино или в театр. Потом ход переходит, скажем, ко второму игроку. Это первый игрок. Значит, первый игрок, мы его обозначаем квадратиком. Второй игрок обозначаем кружочком. Значит, ходит второй игрок. У него тоже две альтернативы. Вот. И, скажем, ну, давайте для интереса еще раз ходит, значит, первый игрок. У него тоже две альтернативы, скажем. И игра заканчивается. В результате каждый из игроков получает тот или иной выигрыш. И выигрыши давайте запишем в виде вектора столбца. Я просто из головы любые числа пишу. 1, 2, 3, минус 1, 0, минус 2, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 4, 1, 0, 0. Вот мы изобразили переговоры в виде дерева. Каждый раз это можно сделать в виде... Ну, дерево может быть огромным. Ну, всегда это можно сделать. И после этого мы начинаем искать оптимальное решение методом обратной индукции. То есть, начиная сверху. Ну, предположим, что мы думаем за первого игрока. Первый игрок думает. Хорошо, вот игра дойдет, допустим, вот до этой позиции. Что произойдет? Значит, я могу пойти налево, могу пойти направо. Здесь я получу больше. 3 я получу. Поэтому это мне не нужно. Да? Это мне не нужно, я стираю. То есть, я никогда этой не буду пользоваться альтернативой. Этой альтернативой я никогда не буду пользоваться. Теперь, если игра дойдет до этого, я могу сыграть влево, могу сыграть вправо, получу 2. 2 лучше. Я никогда не буду играть левую альтернативу. То же самое здесь. 1-2. 2 больше. Значит, я не буду пользоваться этой. 4-0. Я этой не буду пользоваться. Первый игрок для себя полностью решил, как он будет действовать на последнем шаге. И теперь начинает думать второй игрок. Но второй игрок знает, что первый игрок умный. И он за него уже то же самое решает. То есть он знает, как первый игрок будет действовать на последнем шаге. Поэтому второй игрок, теперь у него две альтернативы. Пойти налево. И в этом случае он знает, куда пойдет первый игрок. То есть второй получит минус 1. Если пойдет направо, получит 1. 1 лучше. Он не будет использовать левую альтернативу. Теперь в этой позиции. Значит, если он пойдет налево, второй игрок получит единицу. Пойдет направо, получит единицу. Ему безразлично. Ну, например, он решает пойти налево. Право он стирает. Теперь первый игрок знает, как будет играть второй игрок. И он решает для себя, что ему сделать. Если он сыграет налево, он получит 2. Сыграет направо, получит 2. Ну, ему без разницы. Может и так налево пойти и направо. Ну, скажем, он выбирает правый вариант. Вот мы знаем течение переговоров. Как будут происходить переговоры на самом деле. То есть на самом деле первый игрок сделает предложение пойти в театр, скажем. После этого второй игрок согласится с ним или нет. И после этого первый игрок опять выберет какое-то решение. Понятно, да? То есть это на примере я демонстрирую, как действует метод обратной индукции. Ну, теорема Куна, она относится к произвольной игре, с произвольным деревом. Но даже здесь возникают интересные психологические моменты. Давайте вот рассмотрим ту же самую игру, но с другими выигрышами. То есть даже здесь мы уже сталкивались с отношением игроков друг к другу. То есть в случае, если выигрыш для вас один и тот же, но он не одинаковый, но он несет разные выигрыши вашему оппоненту или вашему товарищу, то вы можете помогать ему, а можете нет. В этом случае, оказывается, очень возникают необычные эффекты, связанные с тем, что само понятие равновесия в переговорах, оно нетривиально. Ну, вот давайте рассмотрим вот такой пример. Скажем, ходит первый игрок, у него две альтернативы. Ходит второй игрок, тоже две альтернативы. Игра заканчивается вот с такими выигрышами. Значит, 6-1, 6-2, 3-2-1-3, 5-2-5-6, 2-4-7-3. Вот та же самая игра. Мы будем использовать метод обратной индукции, но здесь возникнут некие коллизии, связанные с тем, что выигрыши игроков окажутся одинаковыми. Итак, начинаем с последнего шага. Первому игроку безразлично, куда пойти, налево или направо, он получает 6. Теперь он смотрит, что получит второй игрок. Тот получит один или два. В этом случае он может благожелательно относиться ко второму игроку и неблагожелательно. Давайте рассмотрим два сценария. Первый сценарий – это благожелательное отношение игроков друг к другу. Например, они хотят помогать друг другу. Итак, первый игрок хочет помочь. Второму – здесь он получает 3.1, но 3 больше, чем 1, поэтому он максимизирует свой выигрыш. Здесь 5-5, ему безразлично, но 6 для второго. Для второго не безразлично, он ему помогает. Он ему помогает. Здесь 2-7, понятно, что 7 больше, чем 2. Поэтому мы точно знаем, как будет играть первый игрок на последнем шаге. Второй игрок, зная это, ищет свой вариант. Значит, если он пойдет налево, получит 2. Направо тоже 2. Но он помогает первому игроку. Они хорошие, они помогают друг другу. Значит, он пойдет налево. Теперь здесь. Пойдет налево – получит 6. Пойдет направо – получит 3. 6 больше, чем 3. Значит, он пойдет налево. И ход переходит к первому. Итак, первый, если пойдет налево – получит 6. Направо – получит 5. 6 больше, чем 5. Значит, вот как будут протекать переговоры. И в результате этого первый игрок получит 6. Первый игрок получит 6. Второй игрок получит 2. Это в случае, если благожелательно они относятся к другим. Теперь второй сценарий – неблагожелательно. Неблагожелательные отношения друг к другу. Значит, здесь первому игроку без разницы. Но он вредит второму. И он идет налево. То есть использует левую альтернативу. Здесь он получает либо 3, либо 1. 3 – это лучше, поэтому он стирает правую. Здесь безразлично. 5 – 5. Но он вредит второму. Поэтому он выбирает левую альтернативу. И здесь 7 больше, чем 2. Он выбирает правую альтернативу. Второй игрок знает про это. Что он делает? Пойдет налево – получит 1. Пойдет направо – получит 2. 2 больше. Значит, налево он не ходит. Значит, здесь пойдет налево – получит 2. Пойдет направо – получит 3. 3 больше, чем 2. Значит, налево не пойдет. Ну и спускаемся вниз. Значит, если первый игрок идет налево, получает 3. Направо – получает 7. 7 больше. Поэтому он идет направо. Вот, что будет реализовано в результате этих переговоров, когда они не любят друг друга. Но в результате первый получает 7, а второй получает 3. То есть, смотрите, они не любят друг друга, но выигрыши обоих из них больше. Это не значит, что нужно плохо относиться друг к другу, но этот пример показывает, что не все так просто в переговорах. То есть, здесь правдоподобные рассуждения приводят… Оба этих равновесия являются равновесиями, но они разные. Конечно, я могу предложить пример, где благожелательное отношение даст выигрыши больше, чем неблагожелательное. Но может и такое быть. Вообще, равновесие, этот принцип решения, который используется в теории игр, это нетривиальная такая конструкция. Она была предложена Джоном Нэшем в 1950 году, и он получил в результате этого Нобелевскую премию в 1994 году. О нем был снят фильм «Игры разума» или «Beautiful Mind» по-английски с Расселом Крул в главной роли. Фильм получил Оскара. Но в основе всего лежит понятие этого равновесия. Равновесие используется при решении различных схем переговоров. И одно из последних достижений в теории переговоров – это так называемая конструкция time consistency, за которую Кидланд и Прескотт получили в позапрошлом году Нобелевскую премию, и корни которой лежат в рыбных войнах, о чем и было сказано в названии моего доклада. С чем связаны рыбные войны? Рыбные войны имеют давнюю историю. Но первый конфликт, связанный с рыбой, который на слуху человечества, – это рыбная война между Исландией и Великобританией в конце XIX века. Тогда исландцы были недовольны, что британские моряки вылавливают рыбу у Фарежских островов, поэтому они ввели искусственно трехмильную зону, в которой нельзя было ловить рыбу. Тогда был очень сильный конфликт между Исландией и Великобританией. Исландия в то время была частью Дании, возник большой конфликт, но он был разрешен, поскольку началась Первая мировая война. А в середине XX века этот конфликт опять возник, и в 70-х годах Исландия, уже независимое государство, увеличила эту зону, значительно увеличила эту зону до 40 миль, и возник большой конфликт между Исландией и Британией. Британские моряки продолжали ловить рыбу на исландской территории. Исландцы их ловили, резали сети, брали, захватывали суда и продавали их. И конфликт мог перерасти даже в вооруженное столкновение. Иногда он даже перерастал в вооруженные конфликты. Но в результате этого удалось разрешить. Там речь шла о треске. То же самое, примерно такая же ситуация была между Испанией и Канадой. За Палтус была война такая. И связано это со следующей проблемой. Со следующей проблемой, о которой я скажу очень кратко, потому что время у меня ограничено. Значит, когда мы говорим о разрешении какого-то конфликта, связанного с распределением ресурса, задача, конечно, более сложная, чем просто пирог. Пирог просто он лежит и он стационарный. А когда мы говорим о ресурсе, то ресурс меняется во времени. То есть ресурс Х становится функцией времени. Ну, скажем, рыбная популяция. Когда мы говорим о каком-то ресурсе, должна быть задана динамика. В математике это обычно задано с помощью дифференциальных уравнений. То есть задана некая функция, зависящая от Х, и от управления. Скажем, если две страны участвуют в этом, то два управления, У1 и У2. Еще от времени. То есть У1 и У2 – это, грубо говоря, тот объем рыбы, которые страны хотят вылавливать. Они хотят вылавливать побольше. Но они следят за тем, чтобы сама популяция не вымирала. Каждый из них, каждый из игроков, вот первый игрок, имеет выигрыш H1. Это некоторый интеграл, скажем, от нуля до бесконечности, там, Е в степени минус дельта Т умножить на функцию, которая зависит от его управления, ДТ. И у второго игрока подобный выигрыш. И вот они хотят этот выигрыш максимизировать. Но они связаны с ресурсом, который меняется по времени. И вот здесь очень важный момент. Можно найти равновесие в такой задаче. То есть оптимальные выловы для каждого из игроков. Но возникает вопрос. Если мы договоримся, если мы подпишем соглашение о вылове рыбы, то есть У1 и У2 будут согласованы, это будет так называемое кооперативное решение, тогда мы можем максимизировать сумму выигрышей. Это будет хорошо для нас, для всех. Но это не обязательно будет выполняться. И вот здесь важный момент. Значит, если мы хотим, чтобы договор был выполнен, в этом случае соглашение не должно иметь в себе терминальные платежи. То есть как пишутся сейчас соглашения, международные соглашения. Вот давайте мы будем делать 10 лет, и через 10 лет мы потом получим 10 миллиардов долларов, и потом поделим их вот такой пропорцией. Вот так договор не должен писаться. Это доказано математически в качестве теоремы. Но существует так называемая динамическая устойчивость, или по-английски time consistency. У нас в России это было предложено Петросяном, а на Западе это было предложено Кидландом и Пескотом, за что они Нобелевскую премию получили. Идея такая. Значит, мы движемся по оптимальной траектории, кооперативной траектории. Вот мы ее можем найти математически, там используя или принцип максимума Пантрягина, или принцип оптимальности Белмана, мы можем найти оптимальную траекторию. Так вот, двигаясь по этой траектории, мы должны осуществлять выплаты на каждом шаге. Выплаты или в какой-то банк. Кидланд говорил, что это не реализовано до сих пор вот в международных вот этих схемах. Но мы должны откладывать деньги куда-то в банк и в этом случае, или друг другу платить. Какой-то такой дизайн должен быть разработан, в результате которого мы не будем отклоняться от этой траектории. Если этого не делать, если говорить о том, что выигрыш будет распределен только в конце, тогда соглашение, такое соглашение будет неустойчивым, и все договора, которые пишутся между странами, они все распадаются. И это договоры о обограничении стратегических вооружений, и о защите окружающей среды, там, киотские протоколы о выбросах загрязнения в воздух. Все эти договоры написаны неправильно. А правильно нужно писать договор, распределяя выигрыш конечный по траектории. Это, я уже перебрал время, но это может быть тема следующей лекции. Ну, я вот коротко как бы обрисовал вот основные моменты, даже не основные, но какие-то моменты из теории переговоров. Могу ответить.